Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Мы в это верим и продолжаем ожидать самого главного в нашей жизни события – восхищения и встречи с Иисусом Христом в Его Небесном Царстве. Сегодня 25 октября и 23 день месяца Тишреи по еврейскому календарю. Поэтому еврейскому календарю, осенние праздники Господни, на которые мы так внимательно смотрели, уже прошли. Но мы по-прежнему с терпением и верой смотрим вперед и ожидаем нашего Господа, Спасителя и Жениха каждый день. За время нашего совместного ожидания мы выработали это терпение, проходить те дни, о которых размышляли и на которые смотрели особенно внимательно. И когда они проходят, в нашем сердце ничего не меняется. Мы по-прежнему продолжаем ждать и верить, потому что любим Иисуса Христа и потому что знаем в Духе, что Господь придет совсем скоро. Мы пребываем во Христе постоянно и Дух Святой, Дух Утешитель ведет нас дальше, подкрепляя и укрепляя в вере. У меня в сердце нет разочарования, когда какие-то дни, о которых мы размышляли, проходят. Потому что я всегда говорю себе и вам, что мы не знаем точного дня и часа, когда Господь наш придет. Так устроил Господь, чтобы любящие ожидали Его. Бодрствовали и были готовы на всякое время. Наши светильники продолжают гореть. И мы не назначаем никаких дат, потому что ждем не какую-то конкретную дату, но ждем Иисуса Христа и верим, что Он грядет совсем скоро. Верим, что Он придет внезапно, как вор, и в обновение ока возьмет из мира свое. Только тех, кто действительно принадлежит Ему. Только тех, кто возлюбил явление Его. Всем сердцем, всем разумением, всей крепостью и всей душой. Поэтому мы ждем дальше, размышляем дальше и наблюдаем дальше, пребывая во Христе и смотря только на Него. Поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Это долгожданное событие может произойти сегодня или завтра или в следующий день. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. Иисус придет в свое идеальное время. Он не опаздывает и не задерживается. И сегодня Господь смотрит на наши сердца, насколько мы начатое твердо сохраним до конца. Потому что терпение нужно нам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Все, что обещано нам, мы обязательно получим. Имея это терпение и эту несгибаемую веру. Иисус, придя, найдет веру на земле именно в нас. Всех тех, кто ожидал и верил, что Он грядет. И не говорил в сердце своем, не скоро придет Господь. И так как мы сохраняем слово терпение Его, то и Он сохранит нас от годины искушения, которое идет на всю вселенную. Если посмотреть, что сегодня происходит в христианском мире и в лжехристианской церкви, то кажется, что это година искушения уже наступила. Многие пасторы отрицают, что Иисус есть Бог, единый с Отцом. Папа Римский говорит, что Иисус не нужен для спасения, и что все религии служат одному Богу. Разрешаются однополые браки, и христианская религия, погрешшая в своих грехах и нечистоте, стоит на страже государства, поддерживая и одобряя их беззаконие, имея полную власть над людьми. Время искушения и время отступления от незыблемых основ веры уже наступило. А с развитием современных технологий распространяется с бешеной скоростью и с легкостью достигает умов и сердец незрелых в вере христиан. Только Иисус, Иишо и взгляд на Него, личное общение с Ним, личные, близкие взаимоотношения с Ним, надежда на Него и вера в Него может уберечь человека от ложного пути и заблуждений. Он, Иисус, Иишо, имеющий имя Отца, который есть истинный Мессия и Спаситель, ведет и направляет нас Духом Святым. Он есть узкий путь и узкая дверь, ведущая в жизнь вечную. И когда мы смотрим только на Него, мы никогда не собьемся с пути, и мы никогда не потеряем своего спасения, и мы никогда не пропустим обещанного восхищения и избавления от всех бедствий, грядущих на Вселенную. Все, что обещал Иисус, побеждающему с Ним, обязательно исполнится в назначенное Богом время, потому что верен обещавший. Со времени распятия Иисуса Христа в 30-м году 1-го века совсем скоро проходит 2000 лет. И так как распятие, воскресение и вознесение Его к Отцу произошло на этапе 4000 лет от грехопадения, то в 2030-м, 2031 году начнется уже седьмое тысячелетие. А это тысячелетнее Царство Иисуса Христа со всеми спасенными им людьми, описанное в Откровении в 20-й главе. А до этого должны произойти все события, описанные начиная с 4-й главы, которые и начнутся с восхищения всех, кто пребывал и пребывает во Христе, за всю историю существования Церкви. Умершие во Христе будут воскрешены в нетленных телах, живые во Христе будут преображены в тела бессмертные, и все вместе, одновременно, будут восхищены для встречи с Господом на воздухе. В вечную славу и в наш новый вечный дом, дом или дворец для Его овец. Тех овец, которых Иисус знает по имени и выводит их. Это обязательно совсем скоро произойдет. В этом наша благословенная надежда и упование на Него, нашего Господа, нашего Царя и первосвященника. Он есть краеугольный камень нового Иерусалима, основанием которого и станут все восхищенные. И восхищенные вместе, одновременно, все победившие этот мир с Иисусом Христом, умершие и живые, могут быть показаны в одном единственном образе книги Откровения, 24 старца или старейшины. На них обещанные белые одежды, на них обещанные золотые венцы. Они, как и обещал Иисус, сидят на престолах, как цари и священники, как царственное священство. Потому что жили с Иисусом, потому что Он жил в их сердцах, как в храме, очищал и освящал своим светом и Духом Святым. Образ 24 старца – это важнейший образ книги Откровения, показывающий восхищение до начала событий скорби. Описание событий скорби начинается в 6 главе. Верная и любящая невеста Иисуса Христа, восхищенная до начала событий скорби, будет присутствовать на торжественном событии. Когда царь славы, лев из колена Иудина, Ишоа Мессия, единственный во всей вселенной, достойный взять запечатанную книгу из рук Отца, сделает это. Этот запечатанный семью печатями свиток, есть документ на право владения искупленным его кровью творением. Никто больше не достоин и не сможет взять и открыть этот документ на право собственности. Право, которым незаконно завладел дьявол после грехопадения Адама. Но Иисус, придя 2000 лет назад, победил мир, победил дьявола и победил смерть. И только Он достойен открыть этот документ и получить всю предназначенную Ему силу и власть. Потому и искупленное творение поет Ему новую песню. «Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу». И только после того, как невеста будет восхищена и посажена на престолах, Иисус Христос возьмет эту запечатанную книгу и начнет снимать с нее печати. И соседям первой печати дано будет выйти человеку греха, Чтобы сделать все, что предназначено ему Богом. Будет взят от среды удерживающий, и тогда откроется беззаконник. Сегодня мы своими глазами видим происходящее в мире событие перед началом времени скорби. С 22 по 24 октября прошел саммит стран Брикс. Важнейшее и знаковое событие в череде событий последнего времени. Потому что именно этот альянс показан в откровении, Как зверь с семью головами и десятью рогами, Который полностью сформируется и окрепнет ближе к середине седьмины. И именно этот союз стран ближе к середине седьмины придет на Израиль. И об этом альянсе стран сказано, что язычники будут попирать святой город 42 месяца. И зверю дано будет действовать 42 месяца. Второй половины седьмины. Мы видим, что заключены договоры стратегического сотрудничества между Россией и Ираном, Главным врагом, желающим уничтожить Израиль. И в эти ближайшие дни Израиль, вероятно, нанесет обещанный удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Думаю, что Израиль сделает это до начала выборов в США 5 ноября. Выборы в США 5 ноября тоже одно из важнейших событий последнего времени. Потому что противостояние стран Брикс и коллективного Запада с главенствующей ролью США приведет к тому, что США эту роль потеряет. И доллар потеряет статус основной мировой валюты. Саммит стран Брикс, окончившийся вчера, 24 октября, в день Шмени Ацерет, завершающий осенние праздники Господни, стал переломным моментом, с которого начнется изменение существующего сегодня мирового порядка. С этого момента начнется восхождение альянса стран Брикс, который в дальнейшем передаст всю свою власть зверю. С этого момента начнется и падение главенствующей роли мировой власти Америки. Мир стоит на грани глобальной мировой войны, которая описана в 6 главе книги Откровения. И когда Мессия снимет вторую печать, глобальная война, которая в своем скрытом виде идет уже давно, но сегодня уже сформировались противоборствующие стороны, и союзы начнется в полную силу. Какие заголовки можно прочитать сегодня в ленте новостей? Глава Ирана Хаминеи приказал готовиться к войне с Израилем. Войска КНДР будут воевать за Россию. США перебрасывают ядерное оружие к берегам Израиля. Прямо сейчас Третья мировая, обратный отчет запущен. Иисус сказал, услышите о войнах и о военных слухах. Этому надлежит быть прежде. Прежде чего? Прежде чем восстанет народ на народ и царство на царство. То есть начнется последняя мировая война. Когда выйдет рыжий конь и на нем всадник, которому дан большой меч. Когда мир будет взяться со всей земли и чтобы убивали друг друга. К этому идет мир. Но пока не произошло восхищение всех, кто во Христе. Эти события начала скорби будут удерживаться. Почему этого не произошло в осенние праздники по еврейскому календарю, знает только сам Бог. Какой календарь правильный? Мы следили именно за еврейским календарем. И говорили о том, что месяц Тишрей начинается с новолуния, которое было на закате 2 октября, во время солнечного затмения. Но начало еврейского месяца считается от еле заметного месяца новой луны, который появляется через день 2 после новолуния. Поэтому многие говорят, что Шмени Ацерет 25 или 26 октября. Также сегодня множество мнений о том, что начало месяца это полнолуния. И тогда календарь также смещается. Мы также знаем слова Иисуса Христа, что его пришествие будет как во дни Ноя. А дни Ноя наступают в месяц Ихишван, через несколько недель. Поэтому мы просто как всегда ждем и как всегда готовы на всякое время. Потому что время Господа пришло. Время восхищения пришло. И когда это произойдет? В конце октября? Или в начале ноября? Или через несколько недель? Не так важно. Наша дистанция в этом мире, мы верим, подошла к концу. Важно пребывать с Иисусом Христом. Важно жить в чистоте и святости. Перед Ним. Важно отделяться от зла и нечистоты этого мира. Потому что мы не от мира, как и Он не от мира. Важно ожидать и верить. Важно жить в любви и Его мире. Бодрствовать и быть в полной готовности к встрече с Царем Славы. Мы верим, что 2024 год – это год нашей встречи с Ним. И только тот, кто ждет с терпением, любовью и непоколебимой верой, обязательно дождется. И когда-то совсем скоро этот день для нас обязательно наступит. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел. И совершился весь план Его спасения. Искупление всего творения. Да будут чресла наши припоясаны. И светильники горящие. Вся слава Богу Отцу. И Господу нашему Иисусу Христу. Возлюбившему нас. Искупившему нас. И омывшему нас от всех грехов своей кровью. И вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Гряди наш Господь. Маранафа. Будьте благословенны. Мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте. И будьте готовы. Сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать его и верить. До встречи.